Здравствуйте, Никита Сергеевич! Я вас рада приветствовать в нашей студии «Евразийское время». И спасибо за то, что согласились дать интервью «Евразийское время». Завтра у нас будет «Евразийский экономический форум», приуроченное председательство Кыргызской республики в ЕАЭС. Ну, вообще, как долетели? Ну, как долетели? Я, собственно, еще лечу, потому что прямо с... Да, мы у вас с трапа самолета. С трапа самолета я у вас, поэтому я готов выполнить любое ваше желание и ответить на любой ваш вопрос. Если говорить про события, которые должны начаться завтра, я считаю, что оно имеет огромное значение, хотя я не политик, и я не беру на себя смелость оценивать какие-то глобальные проблемы с точки зрения экономической, политической и так далее. Но я думаю, что само понятие «Евразия» становится не только значимым, но и необходимым сегодня. Актуально. Необходимо. Просто необходимым. Требование времени? Это требование истории. Это требование защиты нравственных ценностей, национальных, культурных, религиозных ценностей. Сегодня, когда мы видим, насколько агрессивно пытаются нам навязать, ну, я имею в виду нам, по крайней мере, нам в России ценности, которые нам достаточно чужды, взгляд в эту сторону, на восток, в Евразию. У нас же орел двуглавый, поэтому я думаю, что сейчас и вторая голова должна потихонечку поворачиваться в эту сторону, потому что здесь будущее, на мой взгляд. Да, вот, конечно, вы завтра выступаете спикером на панельной сессии «Евразийство как идеи для объединения людей». Вот ключевое слово для объединения людей – взгляд в будущее. Будем говорить об идее. Вообще, как вы считаете, какая должна быть современная такая евразийская идея? И вообще, чем отличаются евразийские ценности от западных ценностей? Дело в том, что, я не знаю, насколько я буду корректен, но уж, коль мы с вами говорим откровенно, Вы понимаете, Запад расслабился, разжирел, успокоился после Второй мировой войны под ядерным зонтиком, так сказать, Соединенных Штатов. И, на мой взгляд, стал терять самое главное – иммунитет к жизни. Потому что сегодня, на мой взгляд, то, что называется толерантностью, мультикультурализмом – это просто неспособность сохранить свои ценности. Я совершенно убежден, что возможность евразийского пространства сохранить, сберечь свои ценности, не навязывая их никому другому и не нарушая чужих – это будущее мира, на мой взгляд. Поэтому в данном случае, поверьте, я говорю, это не как приглашенный гость, а как вежливый гость. Я говорю, как человек, который много-много-много лет назад, почти 30 лет, я написал записку тогдашнему премьер-министру Силаеву после того, как я закончил снимать картину «Урга» в китайской Монголии, что будущее там, будущее здесь. Да, кстати, я видела этот фильм, очень такой глубокий, по-своему, такой философский. Поэтому я совсем не выступаю в качестве, так сказать, критика, сказал, я совсем об этом не говорю. Я говорю о том только, что свежая кровь, свежее дыхание – это тогда, когда ты умеешь двигаться вперед, сохраняя себя самого. Вот, по-моему, Маллер сказал, что традиция – это не поклонение пеплу, а передача огня. Скажите, как это серьёзно. Да, это очень глубоко. Традиция – это не поклонение пеплу, это передача огня. И вот поэтому мне думается, что как раз мы, я имею в виду люди, которые разные люди, разные народы, разные страны, которые населяют вот это евразийское пространство, мы ещё сегодня можем сохранять традицию, не поклоняясь пеплу, а передавая огонь. И вот как, на ваш взгляд, вот как должна выглядеть вот эта современная евразийская идея? Всё-таки в эпоху вот такой глобализации вот вы говорите о том, что мы должны, вот у нас есть свой мир, да, который мы должны вот сохранить. Как вы считаете, вот как мы должны вот это вот сохранить, вот эту современную евразийскую идею? Потому что по-разному интерпретируют же. Вы знаете, Зарин, дело в том, что, на мой взгляд, народ – это нация, это дерево. Это огромное мощное дерево с очень сильными корнями, которые распространяются вглубь и вдаль, далеко. Есть ствол, есть ветви, есть листья. Есть почки. Каждая весну это меняется, осенью улетают эти листья, а потом опять... И это дерево... Время бесконечное. Коняне. Это дерево, Оно может принимать любые невзгоды, новости, нововведения. Если есть корневая система, иммунитет, ему ничего не страшно. Поэтому, если мы опираемся на корневую систему... На иммунитет. На иммунитет, который и есть корневая система, на иммунитет. Вы понимаете, чем отличается, на мой взгляд, национализм от шовинизма? Что значит национализм? Его интерпретировать жестко. Не путайте с нацизмом, это разные вещи. Да, это разные вещи. Но шовинизм, когда я люблю себя больше, чем тебя, а когда я хочу, чтобы ты любил то, что люблю я так же, как я, это совсем другое. Когда я не говорю тебе, я лучше, чем ты, или у меня это лучше, чем у тебя. Когда я тебе говорю, посмотри на меня, вот то, что мне нравится. Как тебе? Тебе нравится? Я тебе объясню, что это такое. Полюби это вместе со мной. Вот это смысл в этом. И я считаю, что только в этом случае возможность сохранения вот этого баланса, который все равно зиждется, на мой взгляд, на вере, а это принципиально важно, когда мы знаем абсолютно точно, я могу ошибаться. Но мое мнение, допустим, что православие русское намного ближе к исламу, чем католикам. Намного ближе. И это доказала история. Согласна. Когда Александру Невскому предложили латиняне защиту от татаро-монголов за счет того, что они станут католиками, Александр Невский пошел платить дань, но остался самим собой. И сохранил тем самым то самое главное, что мы имеем. Поэтому для меня, например, вопрос веры, а сегодня, когда я вижу, как это складывается, когда существует общее зло, которое всем должно быть понятно, хотя они всем еще понятны, и в этом можно называть как угодно, но я вижу, как люди абсолютно разных национальностей и вероисповедания, по крайней мере, в нашей стране, понимают, что нужно себя сохранить. Нужно себя сохранить. Почему-то хочется сейчас в продолжении вашей темы о том, что вот национализм. Процитирует Толстого, чем меньше менять, тем больше... Знаете, это в основном о смирении. Это о том, что ты смиряешься с тем, что ты доверяешься. Вообще, была замечательная фраза, что истинная свобода – это абсолютное доверие Богу. Не вера, а доверие. Когда ты говоришь, я твой, делай, я тебе доверяю. И в этом есть свобода. Но мне кажется, что сегодня как раз тот самый случай, который очень редок. В истории человечества прозрения не так часто бывали. Мне кажется, что сегодня тот самый случай, когда зло обнажается. Становится очевидным. И становится очевидным. А это очень важно. Очень трудно, когда его не видно. Когда ты чувствуешь, что он его не видно. Зло обнажается. Конечно, зло обнажается. И здесь, в этом смысле, я считаю, что это счастливейшее и тяжелейшее время, когда мы можем, глядя друг в друга в глаза, обрести самих себя. И всех вместе друг с другом. И это очень важно. Что может нас объединить? Хотя у нас есть культурно-исторические, допустим, общества. Как вы видите возможности культурной интеграции в рамках евразийской интеграции? Ведь, понимаете, вы сейчас очень важное, нужное слово сказали, что вопрос доверия. То есть мы должны объединяться именно на доверии. Основанно на доверии. Вы сейчас очень важную вещь сказали. Вы знаете, я все-таки специалист с определенного как бы жанра. Поэтому я сюда привез идею, которую хотел бы обсудить и предложить. Я хочу, мне кажется, что настало время создать Евразийскую киноакадемию. Отлично. Нужно создать Евразийскую киноакадемию. Вынужден, вынужден сформулировать, что это в определенном смысле некий противовес Оскару, который сегодня стал абсолютно ангажированным и лишенным художественного вкуса, значения и так далее. Это должна быть премия, которая вручается Евразийской академии. Мы знаем, что тут должны быть совершенно точно прописаны законы этой премии. То есть мы должны точно сказать, что эта премия, она не допускает, она за, условно говорю, за гуманизм, за нравственные ценности, за желание дать человеку возможность жить, чтобы он чувствовал желание жить и так далее. Это слоган, который придумают, так сказать, те, кто будет этим плотною заниматься. Но мы должны понимать, что на эту премию не могут попасть картины, которые разрушают человеческое существо. Как бы оно ни было. Это премия, которой мы должны отвечать за то, что мы на эту премию берем картины, которые совпадают с нашими представлениями о добре и зле. А они похожи. Традиционными ценностями. Конечно. Традиционными ценностями. И они для всех мать, отец, родители, дети, здоровья, жизнь, смерть, война. Это все же так или иначе, так сказать, это все наша жизнь. Поэтому, так как эта премия, она, мы знаем, что Оскар не дает денежной премии, но получение Оскара это знак того, что человек поднимается на другую ступень, так сказать, своей карьеры и его заработки другие там и так далее, и так далее, то я считаю, что эта премия должна быть денежной, серьезной премии. Я считаю, что ее... Труд должен оплачиваться достойно. Да. Это должно быть... Я считаю, что каждое награждение должно проходить в каждой стране, которая является членом этой академии. Это страна, которая принимает у себя академию, имеет приоритеты по выбору картин. Думаю, что призовой фонд должен быть вскладчен. Я не знаю, так сказать, как... Это может быть в той валюте, в которой живет эта страна, но, в принципе, это должно быть как минимум на все премии, даже не меньше, чем мы будем привязываться, допустим, к доллару, до 5 миллионов долларов. Все вместе, весь призовой фонд. Мы можем пригласить картину, которая не сделана в евразийском пространстве, если она соответствует. Так же, как на иностранном языке фильм в американской академии. Беру за основу, можно сказать, ну вот, конечно, евразийское, а берете за основу... Ну да, но Голливуд есть Голливуд, и Голливуд правила свои узаконит. Но они устанавливают же свои правила. Почему бы здесь в евразийском кино не устанавливать? Конечно. Я считаю, что такая евразийская академия может стать очень мощным рычагом для, во-первых, сближения, а во-вторых, для определения, что такое те ценности, которые мы хотим охранять. Мне думается, что... Но! Но! Это не должна быть, не должен быть фестиваль одной страны, или это должно быть решено на самом высоком уровне, когда договорятся главы государств, которые входят в эту... страны, которые готовы войти в эту академию, чтобы это было на очень высоком уровне, чтобы это не было самодеятельностью. Тогда это можно организовывать. И тем самым мы получим такое объективное кино, искусство в таком чистом виде, что в последнее время мы не наблюдаем. Конечно. Ведь еще, Зарина, еще это очень важная вещь. Качество. Качество кино. Я был на фестивале, президентом фестиваля в Пекине. Я посмотрел потрясающие картины, которых я никогда не видел вообще. Их не видят. Слушай, латиноамериканское кино, великое кино, да, их не... Но большого кино всегда мало. Даже американцы, которые могут делать там 300 картин, все равно качественных, три, вот того, что называется искусством. По-настоящему. И принципиально то, что является как бы, ну, грубое слово скажу, ширпотребом, да? Ну, такой заполняемый экран. И тут очень важно, чтобы в этом, даже если это не очень высококачественно сделано, чтобы оно не несло разрушение человеческого существа. Сегодня это очень и очень важно. Никита Сергеевич, мы немножко сейчас отойдем, скажем, да, вот от идеи. Как Вы считаете, Вы у нас вообще впервые в Кыргызстане или уже были? Нет, я бывал в Кыргызстане. Мой брат снимался с первого учителя. Конечно, с первого учителя. Конечно, я был у него ассистентом, заработал в горах конъюнктивит от солнца и снега, был потрясен абсолютно красотой и первый раз в жизни, нет, второй раз в жизни был на съемочной площадке и был потрясен и влюблен в эту страну. Это правда. Вот, 2022 год, мы председательствуем ВИАЭС, вот уже завтра уже будет Евразийский экономический форум. Как по-вашему этот форум что даст нам Кыргызстану? Знаете, я договорились, что честно говорю. Я не хочу, чтобы это превратилось в разговор только. Я не хочу, чтобы это стало формальным. Да, я понимаю, есть высший уровень, дипломатия, но я не дипломат. Какой-то я артист, моё место в буфете с утра выпил весь день свободен. Вы деятель искусства, творческий человек. Но я хочу, чтобы за словами следовало дело. Вот если, почему я говорю, скажем, про академию, про евразийскую академию, что я, так сказать, готов принимать участие в этом только в том случае, если это будет решено на том уровне, с которого нельзя соскочить в силу лени, неудобства, нехватки денег и так далее. Или это делать, или нет. Люди должны, вообще, люди вообще должны отвечать за свои славы. Но, от слов к делу, да. Вы понимаете, да, когда мы договорились и мы это сделали, если мы, вот я, на своём опыте, если ко мне приходит человек в съёмочную группу и говорит, я это сделаю, я ему доверяю это сделать, что-то, он приходит и говорит, я не могу это сделать. Я ему это прощаю, потому что он мне сказал честно и доверяю это другому. Есть человек, который говорит, я это сделаю и делает. Он для меня ценнейший работник. А человек, которому это у задания, он говорит, что сделает, а потом мне рассказывает, что из-за того, что там то-то, такая-то, в это время шёл дождь, и всё, он у меня не работает, он у меня не работает. Это невозможно. Понимаете? И это должно быть везде. Это должно быть везде. Поэтому здесь, когда мы говорим про экономический форум, ну, слушайте, это какой высочайший уровень, так сказать, президентский уровень, пример министров, это уровень людей, которые отвечают за свои страны. За судьбы. За судьбы своих стран. Поэтому мне кажется, что, да, понимаю, политика, да, понимаю, что-то можно сказать, что-то нельзя сказать. Но, если ты сказал, значит, ты сказал. И ты по-другому быть не должна. Это по-мужски вообще просто. Даже если ты женщина. Я так понимаю, значит, у стран-союзов должно быть общее понимание, чтобы была не халтура, а оригинал, так скажем, да? Безусловно. Я считаю, что у стран-союза должно быть понимание одного и самого главного. это осознание и ощущение собственного иммунитета, который строится на тех традиционных ценностях, которые для нас, для всех абсолютно, хотим мы того или не хотим, очень похожи. Независимость от вероисповедания и так далее. Независимо. Вера. Самое главное должно объединять вера. Вера в будущее и в светлое будущее. Вообще, как вы, Никита Сергеевич, видите вот ретрансляцию объединяющих идей подрастающих поколений и как не потерять вот этой преемственной связи между поколениями? Ведь это очень важно для воспитания молодежи в будущем. Потому что мы сейчас видим, что, скажем, так как мы, я еще раз повторюсь, мы живем в эпоху глобализации, информации очень много, и мы видим такие вот разношерстное такое понимание, особенно среди молодежи. Вот как вот их объединить, как вот ретранслировать, передать вот те вот ценности, традиционно, о которых мы выше вот говорили? Александр Сергеевич Пушкин сделала Арина Родионова. Понимаете, у нас исчезло на время, на долгое время исчезло слово воспитание. Моя мама говорила очень просто. Воспитывать надо, пока лежит поперек кровати. Лег вдоль уже поздно. Вы понимаете, это должно быть с детства прививаться. С детства. Когда с детства маленькая девочка прививается, она зигхует и показывает, так сказать, фашистские приветствия, ей 4 года, и все умиляются этому. Маленькая девочка, как мило, как смешно, как ха-ха-ха. А это уже входит, это входит в кровь, в сознание, это входит в подкорку. Это потом трудно объяснить, почему это плохо. Понимаете, здесь, мне кажется, абсолютно, я все-таки снимал картину в Ургу, я снимал совсем в другом пространстве для себя, историческом, так сказать, и географическом. это была китайская Монголия, город Хайлар, это бог знает где, да, монголы и так далее. Я, когда туда приехал и оказался внутри, только ничего не трогать, ничего не мешать. Так, то, как есть. Вот то, как есть. Аккуратно, на цыпочку. Деликатно. Деликатно. Пытаясь понять. Я для этого ввел туда персонажа, который у Гостюхина играет, шофера, который вообще ничего не понимает, поэтому ему нужно все объяснять. Это я. Я хочу это понять. Вот, если во всем в этом, с самого начала, с детства, будет прививаться ощущение вот этой единства, внутреннего единства мира и человека, вы понимаете, представьте, вот мне было смешно просто вот я вот степь, да, вот мне степь дала все. Вот все. Я приехал туда, мне степь дала все. Мой сумасшедший звукооператор ставил девять микрофонов на разной высоте травы. Ночью. Он сумасшедший был совершенно. И когда он меня ночью разбудил и поставил... Это же гениально. И поставил мне вот эту симфонию, это все на всю степь. Скучно. Ну же. Я представил себе, вот едет автобус с туристами шведскими, да, вели бы он. Остановились там по маленькой нужде. Девочки направо, маленькие налево. Мальчик задержался, с автобуса шел. У него три высших образования, два айфона, 15 кредитных карт, богатый человек, академик. И что он там такое, если не появится пастух, неграмотный, на лошади, который его посадит сзади себя и привезет себе в чум. Кто? Никто. Вы понимаете? Поэтому вот понимание этого, как бы осознание этого целого, это с детства. И только так можно создать то, что я думаю, что можно было бы создать как раз под этими флагами, у которых мы сидим. институт семьи. Потому что основное воспитание, мировоззрение, получается, ребенок получает в семье. И в большинстве случаев через призму взгляда матери. Получается же так же? Так. Так же? Это так. Да. Только матери. Не родители номер два или один, а матери. Матери, да. И как раз это, но это и есть как раз божественная основа. У вас есть дети? У меня есть. Это и есть земля, мать. У вас есть дети? Есть. Сколько лет? Двое детей. Двое детей. Сколько лет? Старшему 22, второму 14. Вы помните, это изумление, когда в вас зашевелился человек? Ну, конечно. Как любая мать помнит. Ну, конечно. Ну, это же божественность. Земля, мать. Это нельзя заменить. Родителям один, родителям... Вот о чем я говорю, когда я говорю про Евразийскую академию. Да, да, да. Это может быть только так. Институт и семьи. И да. И это надо воспитывать. И это надо культивировать. И этому надо помогать. И помогать, в том числе, и тем, чем мы занимаемся, кинематографом, естественно. А ведь современный ребёнок сейчас, он не скажу, что он много читает, он информацию получает как бы визуально. То есть у каждого есть свой гаджет, он выбирает ту информацию, которая... И вот в рамках, скажем, только этой информации кружится. Поэтому расширят кругозоры. даже в поисках информации. Не то, что предлагает интернет, а то, что именно взять оттуда ту нужную информацию. Кто это может сделать? Опять же семья? Конечно. Вот и всё. Культивировать институт. Вот и всё. И никто другой. И никто другой. Да, действительно. В этом и есть секрет той самой интеграции, скажем. Ну, давайте. Тогда такой следующий будет вопрос. Как вообще на сегодняшний день актуализировать такие общекультурные, исторические, духовные, языковые наследия? То, что у нас, в принципе, оно было. Как вот это актуализировать на сегодняшний день? Не надо выдумывать историю. Не надо врать про свою историю. Не надо говорить, что Аполлон вырос в Харькове. Или что-нибудь другое. Не надо... Есть так много настоящего и достойного уважения, понимания, любви, возвеличивания. Так много настоящего своего, что когда ты начинаешь путать одно с другим и заставлять человека верить в то, что не является правдой, а потом его разочарование бесконечно, и он либо он разочаровывается, либо он обвиняет тебя, что ты ему наврал. Не надо врать. Зарина, правду говорить трудно. И слушать правду трудно тоже. Но в этом и сила. Но слушать... Скажите, в чём больше правда, в чём большая сложность и сила? Говорить правду или слушать? Слушать, наверное, конечно. Слушать. А слушать правду не все готовы. Согласна. А это надо уметь. Ну, согласна, да. Ну, у нас остаётся мало времени, Никита Сергеевич. Что вы пожелаете Кыргызстану? Кыргызскому народу. Я пожелаю веры, надежды, любви и терпения ещё сегодня. В общем-то, это же, так сказать, да, наша вера, надежда, любовь и мать их София. Мудрость. Это касается всех. Вера, надежда, любовь, мудрость и терпение. Сегодня только тот, кто может перетерпеть, понять и потом совершить поступок. Вот за этим человеком будущее. Мама говорила мне, никогда не делай ничего, что тебе хочется сделать сразу, после того, как тебя обидели или оскорбили. Никогда не делай сразу того, что тебе хочется сделать. Остановись. Подумай. Решение придёт лучше. И выгоднее. Вот здесь, мне кажется, очень важно, чтобы мы все понимали, что вот эта вот взвешенность, понимание, вот это то, что называется настоящая пауза. Вы знаете, что крупный план, хорошо сыгранный, может дать больше, чем пять страниц текста. Вот я за эту паузу, в которой есть всё энергия, понимание, смысл, решимость и поступок. А как вы считаете, чего не хватает современной молодёжи? Именно вот этого. Вот этого, да? Именно вот этого. Именно вот этого. Клиповое мышление, тик-ток, информация не больше трёх строк и так далее. Именно вот этого. Вы понимаете, звук страницы перелистываемой, это сакральная вещь. Да, удобно, так сказать, мышкой и щёлкой. Да, кстати, вы действительно правы, потому что я так же не воспринимаю информацию через гаджеты, надо почувствовать запах книги. Конечно. То есть энергетика. Конечно. А это опять кто? Ну, семья. Это воспитание. Значит, вы хотите сказать, что сейчас воспитания не хватает? Да. Да. И легкомыслие по отношению к тому, как легко хватать чужие схемы, пытаясь примерить их на совершенно другую конструкцию, человеческую, чувственную, историческую, традиционную и так далее. Это уродует людей. Уродует людей. Вы понимаете, революция вещь азартная, но эволюция вещь долгосрочная. Эволюция зато стабильна. Конечно. Вот завтра на панельной сессии «Евразийство как идея для объединения людей. Взгляд в будущее». Вы как считаете, евразийская идея должна служить мерилом, допустим, качества интеграционных процессов и стратегическим ориентиром? Конечно. Для нас – да. Для нас – безусловно. 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 Мы можем воспринимать всё, что происходит в мире. На Западе, на Севере, на Юге. Всё, что угодно, можем воспринимать. Это будет нам на пользу только в том случае, если у нас будет мощная корневая евразийская система иммунитета. То есть тот фундамент. Безусловно. Тот фундамент, на котором всё остальное ростки пойдут. Конечно. И в том числе то, что вы… Конечно. 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 Ну что ж, я думаю, что панельная сессия евразийства, как взгляд в будущее, думаю, будет очень интересной, насыщенной, учитывая, какой состав будет завтра. Да я её провёл уже. Мне нечего больше добавить. Ну вы открыли. Мне нечего больше добавить. Ну, тем не менее, вы открыли. Значит, получается, мы ожидаем, что вы предложите такую евразийскую киноакадемию, да? Да. Ну, собственно, вот это и есть моя задача. Я не претендую на больше. Чем вы ещё можете поделиться? Понимаете, если я начну с вами рассказывать вам про академию свою актёрскую, про спектакли, которые мы играем, которые я играю, 12, про театр наш, про бесогон, который, может, вы иногда смотрите. Да. Это, собственно... Вы как раз говорите там культуру на нравственных ценностях как раз в твоей передаче. Вы понимаете, дело в том, что для меня лет 20 назад я бы испытывал огромную гордость от того, что у меня там 20 миллионов зрителей. А сейчас я испытываю страх от этого, потому что я не хочу быть в одиночестве, как бы. Я хочу в данном случае петь в хоре. И в данном случае для меня чрезвычайно важно и с одной стороны да, получаю от этого внутреннее удовольствие. Но когда я вставляю в свой сегодняшний бесогон то, что я говорил 8 лет назад, 8 лет назад я это говорил, и сегодня это становится открытием. Вот это обидно. Вот это обидно. Но с другой стороны, лучше поздно, чем никогда. Ну что ж, здесь мне подсказывает, что, к сожалению, время прямого эфира у нас ограничено. Я думаю, у нас еще будет возможность поглубже погрузиться в ту тематику, о котором мы сейчас приоткрыли завесу, скажем, нашей панельной сессии. Я благодарю вас за то, что пришли и согласились дать интервью нашему каналу. И так приоткрыли завесу, так скажем, завтрашнего экономического форума, в частности, нашей панельной дискуссии о евразийской идее для объединения людей и взгляда в будущее. Спасибо. На этом наш эфир завершен. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Михалков Никита Сергеевич. Редактор субтитров А.Семкин